Вот. Дин, выйдешь ты за меня замуж? Не выйду. Зенит-Казань, Динамо-Москва. Центральный матч 16-го тура мужской суперлиги с яркой вывеской, который состоится 26 января в центре волейбола Санкт-Петербург. Казанский клуб специально для всех болельщиков готовит уникальный тематический формат матча в виде студенческой вечеринки воли и пати, посвященной окончанию сессии и Татьяниному дню. Кстати, при предъявлении студенческого вход бесплатный. С 15.00 всех пришедших будут ждать приветственные напитки при входе, выступления диджеев, мастер-класс по фристайлу от хип-хап-адвокатов, особая локтовая фотозона с профессиональным фотографом, мужской барбершоп и экспресс-макияж для девушек, плюс специальный волейбольный экзамен, билеты, зачетка и преподаватели. А на десерт, если так можно сказать, любой желающий сможет принять участие в чемпионате по поеданию шаурмы. Завтра будет чемпионат по поеданию шаурмы. Ну, студенческие, наверное, да, было там. Но я сейчас студент, если честно. Ел, ел раньше, ел сейчас. Перетренировкой закидываю там. Су Зениту устроить конкурс, кто быстрее всех съешь? Я думаю... Оставляйте ваши комментарии под этим видео, написав, кто, по вашему мнению, выиграл бы чемпионат по поеданию шаурмы в составе Зенита, пока команда готовится к отчетной встрече. Казанцы получили день отдыха после победы над Ярославичем, а за 24 часа до стартового свистка провели интенсивное полуторачасовое занятие, в котором приняли участие выздоровевшие Михайлов, Нгапетов и Лихошерстов. Болел и выздоравливал, и немножко получилось покушать тортика с семьей, да, на завтрак уже, когда прилетели. Ну, в целом, получше, все в строю, провели хорошую тренировку. Команда в хорошем состоянии. По самочувствию всех спрашивали, все сказали, что в норме. За вчерашний день все успели отдохнуть. Сегодня потренировались, завтра в бой. Дважды за последние три года именно москвичи были главными конкурентами казанцев в борьбе за золото чемпионата. Но прошлый и этот сезон складываются не просто для бело-голубых. В декабре после серии поражений в чемпионате и Кубке России в отставку был отправлен Борис Колчин, место которого занял экс-наставник Новый Константин Брянский. С ним в столицу переехали лидеры новокуйбышевской команды Либера Алексей Кобешов, один из лучших в лиге по блокам Владимир Съемщиков и самый результативный игрок нынешнего Динамо диагональный Романос Шкулявичев, которые теперь составляют основную обойму с Бережко, Коем, Остапенко, Власовым, Щербининым и связующим Валентином Безруковым, который стал основным после ухода Сергея Гранкина, пасующего теперь в Берлине. Сегодня появилась информация, что москвичи подписали польского связующего, но не Лукаша Жигадла, как сообщалось ранее, а Гжегоша Паенка. Но никакой официальной информации в клубе и самого поляка на тренировке мы не увидели. «Да, честно говоря, надо ко всем подходить с серьезными намерениями. Нельзя никого недооценивать. Пасуют там безруков. Не, ну в принципе, он неплохо пасует, раз они побеждают уже сколько игр и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России, то с ним они тоже неплохо смотрятся». Сегодня «Белоголубые» находятся в погоне за лидирующей шестеркой чемпионата, исправляя огрехи старта сезона. Команда выиграла 7 из 9 последних матчей, плюс одержала 2 победы в трех встречах Лиги чемпионов. Последняя встреча с «Зенитом» состоялась в матче второго тура на улице Лавочкина. И тогда, по сути, играли совершенно другие команды. У москвичей неизменной осталась лишь пара доигровщиков «Бережко» Кой. «Казанцы» же действовали без пары легионеров, травмированного Александра Будько, а Максим Михайлов зажег в доигровке, наклотив 27 очков. «Две разные команды, что «Динамо» было тогда, что мы тогда. В целом «Динамо» набрало хороший ход. Они сейчас очень интересно смотрятся. У них тоже появились новые игроки. Будет очень интересно. Я думаю, что эта команда даст бой. Там, да, шкуляючусь, мне очень нравится его игра. Очень хлесткий удар, очень много очков набирает. Блок достаточно у них заработал. Шкуляючусь добавил к их диагонали. Поинтереснее стало у них все в этом плане. Команда преобразилась с приходом игроков и тренера из «Новы». Как сложится на этот раз, мы узнаем 26 января. Начало яркой шоу программы запланировано на 15.00 по московскому времени. Мы хотим отпраздновать День студентов с вами в центре волейбола Санкт-Петербург. Эй, давай, Эрвингопед. Эй, давай, Эрвингопед. Эй, давай, Эрвингопед. Эй, давай, Эрвингопед. Подписывайтесь на канал. У тебя выбора нет. Эрвингопед.